Суть, собственно, моего вебинара – показать несколько функций, которые… Я не буду рассказывать, что такое IP-телефоны, что такое IP-телефоны и Alink. Надеюсь, все знают, что это такое, что они звонят, в них можно ртом разговаривать и так далее. То есть, суть просто, что есть функции, мимо которых все вы, скорее всего, может быть, мимо проходили, может быть, вообще не обращали на них внимания. Мы догадались, как с помощью них сильно облегчить жизнь сотрудникам, которые используют свои IP-телефоны в своей повседневной жизни. И, собственно, про несколько таких кейсов. Я надеюсь, что мы впишемся гораздо менее, чем в час. Я вам сейчас расскажу, покажу. Здесь будет довольно много… То есть, я постарался убрать все технические термины, как оно работает изнутри, думаю, вы потом сможете уточнить другим способом. Сейчас я покажу просто кейсы, как можно с помощью IP-телефонов и Alink, ну и с помощью еще чего-нибудь, сильно облегчить жизнь. Итак, начнем. Первый, собственно, кейс. То есть, наши кейсы пойдут по убыванию сложностей. Мы начнем с самых тяжелых и закончим с самыми простыми, которые вы можете настроить самостоятельно сегодня к вечеру. Первый кейс, который я хотел бы рассказать, это так называемый буржуйский термин Zero-Touch Provisioning. То есть, это технология, которая используется для массовой настройки довольно большого количества, ну, так скажем, больше 100, больше 200 телефонов, которые мы уже не на одном проекте использовали, и рекомендуем крайне использовать это для массовой настройки IP-телефонов. Итак, как это выглядит? Выглядит это, как правило, на довольно большом предприятии, на которое имеет счастье приобрести IP-телефоны марки Alink. Итак, как это выглядит на практике? Представьте, что вы отправляете IP-телефон в какой-нибудь дальний филиал, где нет вполне возможно ни сисадмина, или сисадмин там довольно ленивый. И что происходит? Сотрудник достает свой IP-телефон, втыкает его в локальную сеть. После этого IP-телефон настроен у нас по умолчанию, как вы знаете, таким способом. Он начинает просить, собственно, IP-адрес, то есть дайте мне что-нибудь. И получает DHCP-опцию, в котором указана так называемая нулевая конфигурация, откуда, собственно, пошло слово Zero-Touch. Что такое нулевая конфигурация? Нулевая конфигурация – это означает, что телефон настроен на номер, ну, допустим, 400. То есть телефон получает конфигурацию, которая заставляет его прошиться автоматически, зарегистрироваться на нашей IP-ATS волшебной с номером телефона, ну, допустим, 400. Сотрудник дальше снимает трубку. Не секрет, что на IP-телефоне можно передать ему такую настройку, что даже без ввода каких-то дополнительных символов он сразу же автоматически телефон набирает заранее нам известный номер. Ну, пусть будет, допустим, это номер, там, 3001. Что он слышит? Этот наш новый испеченный сотрудник слышит следующую фразу в VR-меню. Ну, здравствуйте, дорогой, добро пожаловать в нашу довольно большую компанию. Введи, пожалуйста, свой будущий номер, кто ты у нас вообще есть. Новый сотрудник вводит свой будущий номер, допустим, там, 4612. Он смотрит свое должностное расписание, он залогинился у нас в Active Directory или еще куда-нибудь. У него на компьютере большими буквами написано «твой будущий внутренний номер 4612». Введи его, пожалуйста, на IP-телефоне марки eolink. Нету никакого сисадмина рядышком, нету никого вообще, кто бы в состоянии мог зайти на веб-страничку телефона, что-нибудь настроить. Нету их никого. Наш будущий сотрудник вводит свой будущий номер, допустим, 4212. Что происходит в этот момент? В этот момент возможен пятый пункт, так называемая промежуточная авторизация. Ему может прийти на мобильный телефон или на его e-mail, который мы ему уже заранее завели. Так называемый промежуточный пароль, который он может ввести. И, соответственно, после этого IP-телефон уходит уже снова в перезагрузку и получает уже готовую настроенную конфигурацию на вот этот номер, который он ввел. Промежуточная авторизация нужна для того, чтобы избежать злоупотребления. То есть после этого IP-телефон получает уже заранее готовую настроенную конфигурацию, которая создается ему, по сути, на лету. Каким образом это можно довольно долго обсуждать, это техническое решение, один из вариантов я покажу на следующем слайде. И тем самым после, ну, фактически двухминутной настройки он получает полностью настроенный телефон без помощи сисадмина организации, либо IT-директора, либо еще кого-нибудь. Пойдем дальше. Если есть вопросы, пишите. Я надеюсь, Дмитрий мне поможет чуть попозже с ними разобраться. Здесь у вас вполне возможно будет довольно много вопросов и про НТП, и про DHCP, но эти вопросы тем или иным способом решаются. Дальше. Откуда же мы берем эту конфигурацию? Довольно большое количество проектов последних, где используются сотни IP-телефонов, в частности e-Link, мы используем довольно плотную интеграцию через веб-сервер с Microsoft Active Directory. То есть там, помимо того, что хранится аккаунт пользователя, там может быть древовидная структура, древовидная структура подчинения или плоская, без разницы. Мы предлагаем использовать еще такое очень важное поле, как внутренний номер абонента, которое, собственно, может быть использовано из предыдущего слайда для того, чтобы создать и отправить этому IP-телефону конфигурацию. Мы можем с помощью вытягивать из Microsoft Active Directory справочник всех абонентов компании и, соответственно, передавать эти данные в IP-телефон посредством XML-записной книжки, либо другим иным способом для того, чтобы новоиспеченный наш IP-телефон с нашим новоиспеченным сотрудником видели всю свою организацию, либо тех, кому ему необходимо видеть и так далее. Также очень полезная функция, если в карточке Active Directory сотрудника будет указан его мобильный телефон, очень довольно просто решается задача по переадресации. То есть сотрудник находится на обеде, сотрудник находится вне офиса. Вполне возможно, что в этом случае, или он, допустим, ушел в режим ДНД на IP-телефоне, в этом случае мы рекомендуем использовать переадресацию на тот мобильный номер телефона, вполне возможно, что он корпоративный или из FMC-записной книжки, что мы переадресовываем этот вызов для нашего сотрудника на тот мобильный номер, который указан в карточке Active Directory. Причем централизованное управление позволяет через Active Directory очень удобно реализовывать такие простые вещи, как прием увольнения сотрудников, замена внутреннего номера для другого сотрудника и так далее. То же самое касается групповых вызовов, если у нас сотрудники сидят, допустим, в одной комнате, либо сотрудники, которые принадлежат к одному департаменту, если они там отдел продаж, отдел маркетинга и так далее. То есть признаки в карточке Microsoft Active Directory позволяют объединить логически этих сотрудников и реализовать так называемые хангруппы, участие в этих хангруппах, и, соответственно, гораздо удобнее реализовать такую функционал, как групповый вызов, либо внутри комнаты, то же самое касается и перехвата, либо групповый вызов на функциональную группу сотрудников, ну, допустим, на отдел продаж, на отдел маркетинга, на первую линию, на вторую линию технической поддержки и так далее. Ну и очень удобный функционал. С этим вы сталкивались довольно часто, когда в комнате сидят сотрудники, допустим, они из одного департамента, и у кого-нибудь из них раздается IP-телефон. При довольно большой организации можно реализовать перехват именно внутри комнаты, то есть любой сотрудник, опять же, если у него есть право доступа, в состоянии перехватить вызов внутри этой комнаты, ну, соответственно, не влияя на параллельный вызов внутри организации, который может быть довольно много. Так, как это выглядит схематично? Схематично это выглядит следующим образом. Обязателен веб-сервер, это может быть либо Apache, это может быть либо Actel IP-ATS, который, как вы знаете, является веб-сервером, то есть постоянный обмен с конфигурацией, апдейт записной книжки, вплоть до того, что это делается несколько раз в день, и актуализация, разумеется, с Microsoft Active Directory, либо через SQL-запросы, либо через прямые запросы, либо через LDAP-авторизацию. Мы можем, по сути, на веб-сервере консолидировать сырую информацию из Active Directory, пережевывать ее и передавать в IP-телефон либо в IP-телефоны необходимую нам информацию путем передачи конфигураций, путем передачи апдейтов, апдейта записной книжки и так далее и тому подобное. Пойдем дальше. Следующий кейс. Он довольно простой, но, как показывает опыт, он очень эффективный. В IP-телефонах марки E-Link, не знаю, слышали вы или нет, можете даже галочки поставить, тот, кто не слышал об этой функции, есть такой функционал довольно простой, который называется теги мелодий. Что это означает? Это означает, что входящий звонок, который идет в организацию, IP-ATS в состоянии определить, что за абонент нам звонит. Ну, допустим, нам звонит абонент первый раз в организацию. Соответственно, она в состоянии, имею в виду IP-ATS, передать звонок на IP-телефон с тегом, ну, пусть он называется new, я этот тег придумал сходу, хотя мы его используем в реальной жизни. И мелодия для абонентов, которые звонят в организацию в первый раз, будет сильно отличаться, допустим, от внутренних вызовов, либо от вызовов абонентов, которые звонят в компанию далеко не первый раз. То же самое касается разделения статусов клиентов, то есть это может быть VIP-клиенты, это могут быть клиенты Маши, это могут быть клиенты не Маши, допустим, то есть звонит именно мой клиент, звонит мой клиент, но не мне, то есть с помощью тегов мелодий можно на слух довольно быстро определять, и этот функционал, причем при кажущейся простоте, имеет колоссальный на самом деле эффект. То есть сотрудники довольно быстро определяют, кто им звонит, и, соответственно, перехваты, и на слух можно довольно быстро определить, кто звонит в организацию. То есть довольно много IP-ATS, в частности IP-ATS Actel, поддерживают этот функционал из коробки. Следующий функционал, который в IP-телефонах EOLINK есть, это так называемый Action URL. То есть что это такое? Представьте себе, что я сотрудник, и я нахожусь не у телефонного аппарата. Я пошел на обед, я поехал куда-нибудь, я не знаю, навстречу или еще что-нибудь. В организацию звонит клиент. Этот клиент мой. Ну, соответственно, IP-ATS состояние определить из 1С, из любой другой CRM-системы, будь то это Рософт, либо АМА-СРМ, без разницы. Кто же это такой, интересно, мне звонит. Либо внутренний звонок мне идет, и я не вижу, соответственно, я, может быть, нахожусь в другой части комнаты, либо на обеде. В этом случае с помощью такого нехитрого функционала, как Action URL, мы делаем и довольно успешно так называемые пуш-уведомления на мобильные телефоны, в данном случае это уже не телефоны, а смартфоны, на смартфон сотрудника, что тебе прямо сейчас в организацию звонит твой клиент с номером телефона таким-то, таким-то. То есть как это выглядит на практике? Довольно просто. Есть два скриншота, которые я вам показываю. Это скриншоты с моего смартфона. Собственно, моя история за какой-то день, это просто живые данные. То есть я вижу, что звонит номер такой-то, такой-то. CRM-система у меня определила, что это мой клиент из такой-то, такой-то организации. Причем на левом скриншоте я вижу историю этих вызовов в организацию. Ну, соответственно, к нам в компанию. Напомню, что я нахожусь вне офиса. И нажав, по сути, на любой из этих вызовов, я могу тут же с мобильного телефона, видите, синеньким подсвечено, перезвонить Архиповой Татьяне в компанию Альфа-Банк прямо со своего мобильного телефона и спросить, Татьяна, вы мне звонили? Я, собственно, сейчас нахожусь в командировке довольно далеко, вижу, что вы мне звонили. То есть я в состоянии перезвонить ей в течение двух минут или в течение 20 секунд, как только я увижу это уведомление. Оно раздается со звуком, оно приходит мне мгновенно, я могу находиться в другом конце страны. И, соответственно, тут же перезвонить в эту организацию, либо поделиться, допустим, отправить своим коллегам, что вот сейчас звонила такая-то, такая-то, допустим, моя клиентка, попросить ее сделать то-то, то-то, то-то. То есть это просто живой кейс, это живые скриншоты с моего смартфона. Пуш-уведомления поддерживаются одинаково хорошо на смартфонах Android, на смартфонах iOS и так далее. Еще есть один кейс, который я, к сожалению, не успел подготовить, это уже такое более полное развитие технологии, собственно, Пуш. Это когда мы можем отправлять вот эти вот действия, вот эти, по сути, уведомления о том, что происходит с моими клиентами, которые звонят к нам в организацию. То же самое можно делать через современные мессенджеры, у которых есть API. Мы сейчас разрабатываем кейс, который будет то же самое писать, только уже с обратной связью, возможно, в групповой чат, с помощью мессенджера, который называется Telegram. Скорее всего, вы слышали о нем уже не раз. Это причем гораздо удобнее, потому что есть обратная связь. И туда можно, допустим, скинуть сразу же готовую запись разговора, соответственно, IP-ATS ее подготовит и кинет. А функционал отправляется с помощью как раз функционала IP-телефона E-Link, который называется Action URL. Зайдите на любой IP-телефон, посмотрите этот функционал, если вы раньше не обращали на него внимания. Пойдем дальше. Следующий кейс, который мы использовали где-то, наверное, с полгода назад, начали его использовать на живых клиентах, причем есть уже сданные проекты, это еще один функционал Action URL. Посмотрите, пожалуйста, вот на эту вот картинку. Это живой отчет из системы учета рабочего времени сотрудников. То есть довольно много организаций, не секрет, устанавливают на рабочие компьютеры своих сотрудников так называемые маленькие программки-шпионы, которые, по сути, фиксируют время, которое тратит сотрудник, ну, по сути, рабочее время, если стандартное рабочее время, на работу в определенных приложениях. Столько-то он сидел в ВКонтакте, то есть он не работал, столько-то он в каких-то корпоративных системах, столько-то он работал с документами, столько-то он работал с электронной почтой, с таблицей и так далее и тому подобное. Это, по сути, просто типовой отчет. Как вы думаете, чего, по сути, здесь не хватает? Здесь не хватает очень простой вещи, которую мы догадались сделать с помощью IP-телефонов. Здесь не хватает его телефонных переговоров. То есть мы не видим, может быть, он сидел в Фейсбуке два часа, но тем самым параллельно он общался с клиентом, этот клиент у нас занесен в CRM-систему, это входящий звонок, но эта информация оказалась вне, собственно, учета рабочего времени, и организация об этой информации не знает. Мы предлагаем обогащать информацию как раз в таких системах, таких систем довольно много. То, что вы видите, это система, дай бог памяти, Крокотайм, по-моему, называется. Мы сделали интеграцию в том числе и с ней. И IP-телефон, с помощью Action URL, с помощью входящего звонка, с помощью факта отбоя, с помощью функциональной информации, в состоянии отправлять в эту систему, то есть, по сути, допустить рабочее время сотрудника, таким нехитрым фактом, как просто разговор сотрудника с нужным нам абонентом. Ну, либо он, допустим, звонил в компанию, либо он звонил на номер телефона. Мы можем засчитать это ему время как пусто потраченное, если этого номера телефона нет в нашей CRM-системе. Мы считаем, что он звонил не по делу, мы считаем, что он звонил, допустим, у него 30 минут в день, были исходящие звонки на номера, которых нет в CRM-системе. Вполне возможно, что руководители организации не сочетают с телефоном, как учет именно полезного рабочего времени. Очень простой, но очень эффективный кейс, который позволяет, еще раз повторюсь, обогащать информацию рабочего времени. То есть, по сути, IP-телефон начинает точно так же отправлять информацию на сервера учета этого времени. Технически это выглядит довольно просто. То есть, данные, помимо того, что поступают с рабочего места, точно так же с помощью Action URL отправляются на сервера учета рабочего времени. Часто это какие-то СААС-решения, но нам ничего не мешает отправлять параллельно с рабочим местом данные с IP-телефона марки E-Line. Так, пойдем дальше. Такой простой функционал, как интерком. То есть, мы его используем. То есть, что такое интерком, надеюсь, все знают. То есть, это функционал, который позволяет тут же ответить на IP-телефон. Точнее, IP-телефон сам отвечает на звонок, когда он принимает этот вызов. Если до того факта, как IP-телефон зазвонит, IP-ATS определит через CRM-систему, опять же, статус клиента, ну, если, допустим, это клиент будет VIP, то при массовом, при разговоре, интерком вызов имеет такую особенность в телефонах E-Line. Он имеет приоритет, точнее, может иметь приоритет. И активный звонок. Представьте, что вы разговариваете, и параллельно вам звонит клиент. Ну, очень важный звонок. Соответственно, текущий ваш звонок ставится на удержание. Вполне возможно, что ему там заранее скажут, извините, ну, вот такая вот неприятность случилась, мы вас поставили на удержание. Но сверхважный вызов, вызов, который важнее, чем текущий, он автоматически принимается на IP-телефон. Ну, и, разумеется, такой нехитрый кейс, как массовое оповещение сотрудников. Такое требование довольно часто есть у больших организаций. Это массовое оповещение, не дай бог, о пожаре или еще о каких-нибудь катаклизмах. И один из последних слайдов, а точнее последний, уже такой довольно простой, реализовывается следующим образом. Представьте себе такую ситуацию. Я сижу в IP-телефоне, я сижу на рабочем месте, вот прямо сейчас, только вместо гарнитуры я разговариваю с кем-нибудь по IP-телефону. Но сервер IP-ATS, то есть моя IP-ATS, находится не в нашем офисе, а находится в облаке в профессиональном дата-центре. Мы считаем, что там практически всегда есть интернет, ну, как минимум, гораздо чаще, чем у нас в офисе. И представим такую неприятность, что у нас в офисе пропал интернет. То есть выглядит это таким образом. Я общаюсь со внешним абонентом, у меня пропадает интернет. То есть, разумеется, с пропаданием интернета IP-телефония имеет такую мерзкую особенность, она тут же пропадает. То есть мы друг друга не слышим. IP-телефон у меня тут же теряет связь, то есть он вообще никак не может подключиться. С другой стороны, мой абонент, с которым я общаюсь, он, по сути, попадает в тишину. IP-ATS, ну, в данном случае имею в виду IP-ATS Actel, то есть этот слайд, по сути, посвящен уже Actel. В течение трех секунд максимум в состоянии понять, что у нас нет звука, и она переключает мой текущий разговор, заметьте, без разрыва, на мой мобильный телефон, который лежит, допустим, у меня рядышком, и после того, как я взял трубку с мобильного телефона, наш с ним разговор продолжается. То есть тем самым потеря разговора может быть, ну, на практике это составляет где-то 4, 5, 6, 7 секунд, потому что нужно еще время на дозвон на мобильный телефон GSM. То есть этот нехитрый кейс позволяет с помощью как раз IP-ATS Actel реализовать функционал, когда мы, по сути, защищаем нас и наших сотрудников от разрыва интернета, который у нас, не дай бог, произошел в офисе. То есть IP-ATS, напомню, у нас находится в дата-центре, соответственно, она защищена от падения интернета, она чувствует, что есть тишина в двух звуковых каналах, ну, как минимум, в одном с моей стороны, и в течение короткого времени IP-ATS в состоянии переключить разговор на мобильный телефон. Собственно, я вписался даже меньше, чем в час, и если есть вопросы, я не смотрел на чат, сейчас я надеюсь, что Дмитрий мне поможет вопросы резюмировать, если на какие-то он не ответил, то, или Станислав, то мы сейчас на них ответим. Если есть вопросы, задавайте. В принципе, на все вопросы мы ответили в ходе презентации. Единственный вопрос был про приложение, которое позволяет отправлять пуш-сообщение на телефон. То, что вы видели, скриншот, это приложение, которое называется пуш-овер. Это то, которое мы используем. В одном из кейсов оно показалось нам самым удобным. Я, к сожалению, вопроса не видел, но надеюсь, вы с помощью Яндекса найдете или Гугла приложение пуш-сообщение. Еще я написал, что можно использовать SIP-месседж для того, чтобы передавать данные на телефон. То есть, например, если вы на смартфоне установите приложение, ну, грубо говоря, софтфон Zoyper, то можно, например, с ним обмениваться какими-то какой-то информацией через SIP-месседж. Соответственно, тоже можно сделать двустороннюю связь такую. То есть, здесь, на самом деле, технологий, как это реализовать, довольно много. Цель, собственно, вебинара была показать, что есть такой функционал, который называется Action URL, ну, в данном случае, и он позволяет отправлять события во внешние системы, ну, в данном случае это сервера пуш-овер, которые я в состоянии уже сигнализировать о том, что произошло. Я поставил ДНД, я принял входящий звонок, я закончил разговаривать, я сделал то, я сделал то, у меня пошла переадресация, я пропустил входящий звонок от нового, допустим, клиента. И, соответственно, все эти события могут мониториться вне системы, по сути, наружу, ну, в данном случае, на смартфон. Вспомните, сколько раз вы в день смотрите на свой смартфон. Я уверен, что это событие вы в данном случае уже не пропустите. Что касается технических подробностей, как это реализовано, ну, я посчитал, что прямо здесь выкладывать HTTP, ссылки, GET, запросы, POST, запросы, как это реализовано, либо, не дай бог, SQL, как реализована интеграция с Active Directory, либо XML-портянки, автопровижн серверов, я смысла не вижу. Если это необходимо, я так думаю, что технические отделы IP-матики в состоянии ответить на эти вопросы, как это реализовано. Тем более, я думаю, что Дмитрий не даст соврать, для того, чтобы реализовать 99% из всего этого функционала, мы не обращались к производителям. Мы в данном случае открыли просто документацию и увидели, ага, есть Action URL. Формат здесь такой. Мы просто подставили, оно заработало, ну и, соответственно, насколько я помню, все прошивки, ну, последние точно, поддерживают этот функционал. Поэтому выкладывать здесь HTTP GET POST запрос я, честно, смысла не вижу. Да, Олег, все, я согласен. Я не делал этот вопрос, поэтому ответил на него по поводу технических вопросов. Технические подробности, извиняюсь. Так, тут еще вопрос, значит, да, я, наверное, как-то помодерирую немножечко. Ольга спрашивает, значит, вот общался, значит, сотрудник с клиентом, и у них разорвалась связь, конкретно у сотрудника, допустим, интернет отключился в офисе. Ну и, соответственно, АТС, ну, в частности, например, Актел, переводит этого абонента на сотовый сотрудника, да, ну, в общем-то, тот самый кейс восстановления связи. Вопрос, кто оплачивает связь? Компания или абонент? Как там можно это все сделать? Ну, в данном случае оплачивает связь, разумеется, компания, поскольку, точнее, не компания, о владелец той IP АТС, которая инициировала звонок уже на мобильный телефон. Мы у себя используем этот кейс, собственно, в повседневной работе, есть много организаций, которые это используют. Ну, даже если у вас раз в месяц пропадает интернет на пять минут, фактически вы заплатите максимум за пять минут в месяц. Ну, точнее, за то время, по которому будет длиться тот мобильный разговор, поскольку после появления интернета отправлять разговор уже обратно в IP-телефон смысла нет. Поэтому оплачиваете его, разумеется, вы, как просто исходящий звонок. Да. И тут сразу второй вопрос. Дмитрий спрашивает, а при адресации звонка такой на сотовый сотрудника, какой колер-айди передается? Такой, который мы захотим, мы у себя сделали таким образом, что определяется тот колер-айди, который был исходящий. То есть колер-айди в данном случае сохраняется. Скорее всего, вы об этом знаете, что очень многие IP-ATS и Актел в том числе и операторы связи позволяют сохранять колер-айди исходного абонента при исходящем звонке. То есть у вас будет не групповой номер организации, а именно тот колер-айди, который есть. Этот функционал давно уже используется сплошь и рядом. Ну, я так понимаю, что если провайдер не позволяет передавать колер-айди, то всегда можно его передать через пуш-уведомления. Да, его можно передать через пуш-уведомления. Вот прямо сейчас, вот когда с вами общаюсь, у меня IP-телефон, я вижу, кто прямо сейчас мне звонит, телефон стоит без звука, но я вижу, собственно, кто мне звонит. Вот, прямо сейчас, даже если у меня на IP-телефоне стоит, допустим, ДНД или еще что-нибудь, поскольку я как минимум сейчас не могу взять трубку. Но я после вебинара отвечу и перезвоню на все те звонки, которые мне звонили. Хотя они были на, по сути, стационарный IP-телефон, который стоит сейчас за 2000 километров от меня. Так, хорошо, идем дальше. Павел спрашивает, а вот это RTP-пакеты от телефона, это все проверяется кем? Через Action URL, через IP от S-Octel, вот здесь, или через встроенные функции облачного решения? Какие-то подробности, комментарии? Павел, вы имеете в виду отсутствие RTP-пакетов? Это, разумеется, функционал Action URL тут ни при чем, это функционал определяется именно IP-ATS. То есть IP-ATS просто чувствует. С IP-телефона вдруг пропали RTP-пакеты. Вот и все. Ну да, то есть даже если вдруг тишина, я просто молчу и ничего не говорю, на самом деле RTP-пакеты идут. И просто они содержат внутри себя тишину. Соответственно, как только, а если уж совсем интернет пропал, то RTP-пакеты просто не поступают. Это уже не тишина, это уже отсутствие тишины. Да, Павел, то есть этот функционал довольно давно уже работает, он работает каждый день, то есть эта технология давно уже откатана. Просто IP-телефон потерял Connect, условно говоря, точнее IP-ATS потерял свой IP-телефон. Алексей спрашивает, где можно прочитать документацию по озвученному функционалу. Ну, на самом деле, часть этой документации уже есть, выложена в интернете в любой документации, особенно на английском языке, который есть к любому IP-телефону E-Link, там довольно много уже описано. А дальнейшее, то есть Zero-Touch Configuration, мы предоставляем документацию уже на наших проектах. Так, и еще вот вопрос по восстановлению связи при отсутствии интернета. Ольга спрашивает, вот нам звонит клиент, значит, на городской номер, и, соответственно, он платит, поскольку он звонит нам на городской. Не на 8800, а на городской. А, соответственно, интернет в офисе пропал, мы перезваниваем на мобильный сотрудника. Так вот, это абонент по-прежнему платит за звонок, как будто бы он звонит на мобильный, или все-таки тут какая-то другая, такой бы другой механизм. Абонент, как платил, он вообще ничего не чувствует. С точки зрения абонента связь не разорвалась, звонок продолжается, у него таймер тикает на IP-телефон, на мобильном его телефоне и он начинает звонить, звонить с мобильного к вам на городской. Ничего не поменялось, он просто звонит, разговаривает, вдруг слышит тишину. Он, алло, алло, начинает дуть в трубку. В этот момент IP-ATS уже поняла, что что-то не так. Она, соответственно, набирает на мобильный телефон того сотрудника, который... речь идет не о разрыве связи. Ну, тогда, возможно, мы не поняли вашего вопроса. Так, мы работаем как справочная служба. Выдаем справочные телефоны других организаций. Абоненты тут же просят их соединить. Соединяем. И если соединяем, то тариф идет на нас. Оплачиваем их счета. Ну, фактически, Ольга говорит о том, что абонент звонит на IP-ATS, и, соответственно, он платит, поскольку абонент звонит на городской номер. Но когда IP-ATS начинает набирать внешний номер, то платит уже организация, которая содержит эту IP-ATS. Соответственно, видимо, вопрос идет так. А как можно сэкономить вот это соединение так, чтобы абонент платил за этот переведенный звонок? Ну, Ольга, я, к сожалению, не смогу вам вслух сказать, как можно на этом сэкономить, потому что, как минимум, операторы связи не приветствуют такой подход. Ну да, то есть это все уже зависит. Ответ в лоб, и это действительно ответ правильный. Представьте, что вы приняли звонок на свой мобильный телефон, и вас просят, ой, а соедини меня, пожалуйста, с кем-нибудь. Вы со своего мобильного телефона набираете, соответственно, за этот разговор уже в три стороны платят как минимум два абонента. Тот, кто вам позвонил, и тот, кому вы позвонили. За один разговор платят две стороны. К сожалению, такого подхода, чтобы вы, ну, по сути, переложили эту оплату, это сделать невозможно как минимум по закону о связи. Так, еще вопрос у Алексея. Значит, вопрос идет такой. Когда мы говорим про интеграцию с Active Directory, мы должны связывать только IP-ATS с Active Directory, или телефоны тоже каким-то образом с Active Directory должны быть связаны? Алексей, это зависит от того, насколько вы хотите интегрировать записную книжку. То есть, если вы смотрели документацию на IP-телефон и E-Link, там есть уже встроенная интеграция, но в некоторых случаях ее недостаточно, прежде всего, для автопровиженинга. То есть, связанный с Actel, с Active Directory очень сильно помогает именно для того, чтобы реализовать как минимум базовую настройку, то есть, настройку телефона с нуля, который мы только что достали из коробки, даже не зная его MAC-адреса. И, соответственно, можно сделать и так, и так. То есть, у нас были проекты, где мы делали без Actel, где мы делали только IP-телефоны, интегрировали с AD, и где мы интегрировали еще и с Actel. Так, еще два вопроса у нас от Котова Андрея. Мониторинг качества звука на телефонах E-Link с помощью двух механизмов RTCP-XR и VQ-RTCP-XR. Как обрабатывать, и какой сервер нужен? Сейчас я попробую как-то заскопировать на... Я боюсь, тут нам сможет Дмитрий ответить, или если не сможет, то возьмет, наверное, Лучше почтой, да, такие вопросы. Да, Андрей, напишите, пожалуйста, или мне, или я дам контакты Дмитрия Балашева. Так, ну и последний вопрос, он больше не вопрос, а техническое задание нам прислали в чат, Николай прислал ТЗ на телефонию, компанию, 8 сотрудников и так далее. Ну, здесь я думаю, что стоит сказать, наверное, контакты какие-то, куда писать, куда вращаться. Контакты там были, там был даже e-mail, почтный телефон. Николай, ну, я думаю, что точно ответ на ваш вопрос нужно давать не здесь. Хотя, если вы хотите пойти на то, что реализовать публичный проект, такие клиенты бывают иногда и просят реализовать проект публично, они хотят освещать каждый шаг. Ну, давайте это обсудим, но уже не здесь, хорошо? Итак, коллеги, я думаю, что на все вопросы ваши мы ответили.